Это очень важно, друзья, чтобы мы постоянно обновляли свое видение. Эти проблемы, думаю, многих людей, это... Потому что бывает, на самом деле, не просто довести начатое дело до конца. Кто вообще любит что-то начать и не закончить? А есть такое, да? Знаете, скажу, что если мы научимся доводить дело до конца, мы увидим много благословений. Знаете, легко, легко делать, когда, знаете, вот все так идет, все так получается. Но наступает иногда момент, когда бывает даже так, что ты теряешь интерес к начитому делу. Но мы должны продолжать во имя Господа Иисуса Христа. Да, может быть, менять методы какие-то, может быть, менять какие-то пути, решения. Но, как бы, завершать дело, да? Помните, даже Павел пишет Тимофею или Титу, что я тебя послал, чтобы ты закончил начатое дело. И я замечаю, что каждый год, по крайней мере, многие христиане, мы берем какие-то цели, мы берем какое-то видение, но потом эмоции... Ну, знаете, под елочкой это хорошо, брать, да? Видение елочки, огоньки, такое радостное настроение, аллилуйя. Такие планы, такие цели. Потом елочку выкинул, май. И уже как-то неинтересно становится. Но видение оно обуздывает нас. Это как узда, которая дает возможность Господу управлять нами. И Господь сказал Аврааму, мы читаем в Библии, что с того места, на котором ты теперь. Не на котором ты был вчера, не на котором ты мог бы быть. Жизнь по-всякому, знаете, бывает, ты где-то упускаешь, может быть, потом ты сожалеешь. Но слава Господу за драгоценную кровь Иисуса Христа, которая очищает нас, омывает, прощает наши ошибки, наши грехи. И поэтому мы не можем очень часто повлиять на то, что было. Не очень часто, мы никогда не можем повлиять на то, что было. Но мы можем повлиять на то, что сегодня есть и на то, что завтра будет. Поэтому с того места, на котором ты теперь посмотри, Бог сказал Аврааму, посмотри, к северу, к западу, к югу. И все, что ты увидишь, всю землю, которую ты увидишь, я дам тебе. Друзья, я верю, что мы живем в последние времена. И сегодня, знаете, мы можем услышать много проповедей, которые будут говорить, что мир, мир, все будет еще лучше, все будет еще прекрасней. Конечно, будет все прекрасней, потому что нас ожидает тысячелетнее царство. И царство Божье нас ожидает. И то, что внутри нас, то, что мы вложим внутрь нас, никто не сможет похитить. Библия говорит, что в мире будете иметь скорбь, сложности, трудности. Но Иисус говорит, я победил мир. И победа, победившая мир, есть вера наша. Давайте мы откроем несколько мест из Библии. Начнем Евангелие от Матфея, 25 глава. И затем мы посмотрим Ефесянам 1 главу. Сделаем закладку в Матфея и посмотрим Ефесянам. Итак, я буду читать с 1 стиха. «А тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Взяли светильники, не взяли масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених заметил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». «Тогда встали все девы те и поправили светильники свои, неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у вас, и у нас, «Пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Когда мы строим свои планы, строим свое видение, мы должны учитывать, что жених придет скоро. Сделаем закладку, там потом мы возвращаемся к этому месту Писания, прочитаем Ефесянам 1 главу, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Во Христе мы имеем все ресурсы. Все ресурсы Царства Божьего, доступные для детей Божьих через веру. Написано, что «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который уже благословил нас». Написано, «Благословивший вас и благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это послание начинается с того, что мы имеем все благословения, заканчивается это послание Ефесянам, «Примите все оружие Божье, чтобы противостать в день злой и все преодолевшую устоять». Все ресурсы, необходимые нам для победы, Господь уже дал нам, но мы должны это взять. Написано, что Бог не мерой дает духа. Мы определяем меру. Он изливает свой дух, Он изливает свои благословения, Он изливает свою силу. Все предусмотрено Богом для того, чтобы мы имели эту возможность, эту способность жить всегда, постоянно, в полной победе в Иисусе Христе. В полной победе. И в духовном, и в душевном, физическом, финансовом. Это не самое главное, там, вот финансовое или еще что-то, но это все предусмотрено. Потому что Господь, Он любит нас, Он предопределил нас. Но мы должны это взять. Мы должны взять верою, и Дух Святой, Он приносит жизнь. Дух Святой, Он животворит. Дух Святой дает нам силу жить христианской жизнью. Нет силы, нет способности жить христианской жизнью. И все определяется тем, что мы в себя вкладываем. Чем мы себя питаем, что мы храним внутри себя. Вот почему иногда христиане, некоторые христиане, они совершают грехи. Потому что, не потому что они не знают, ну интересно, это грех или это не грех. А потому что нет силы. Ну нету силы, то есть грех, он имеет разрушающее действие. И все знают, что грех он разрушает. Он разрушает духовную жизнь. Он разрушает отношения с Богом. Он лишает христианина победы. Но, когда нет силы внутри, приходит искушение, а оно все равно придет. Написано, что чтобы противостали в день злой, придет искушение. Придет какая-то ситуация, где ты должен противостать верой. Но это возможно только, если мы имеем силу Святого Духа внутри себя. Если мы имеем это масло. Если наши светильники горящие. Но, если нету силы Святого Духа внутри, мы можем падать. Поэтому мы должны постоянно бодрствовать. Постоянно следить, что внутри нас. Если сила в нас, и сила Духа Святого, это сила поступать по Божьему Слову. Знаете, иногда люди говорят, у меня нету времени читать Библию, у меня нету времени молиться. Но у них есть время кушать. По телефону говорить. В интернете сидеть. На все это есть время. Но читать Библию время нет. Как будто, вы знаете, Библия это какое-то такое приложение. Вот просто приложение к хорошей, правильной жизни. Не понимая, что в начале Бог сотворил. Да, в начале Бог. В начале Бог. Всегда в начале Бог. О, я почитаю Библию вечером. Вечером ты уже уставший, я почитаю Библию утром. Знаете, когда мы мыслим таким образом, мы уже обмануты. Не понимая, что Слово Божие – это духовная пища. Мы должны питаться постоянно, потому что когда искушение придет, тот, кто не имеет отношений с Богом постоянных, он упадет. В начале Бог. В начале Бог. Евангелие от Луки, 10 глава, вы можете не открывать. Помните, Марфа, Мария. Вот что мы вкладываем, что для нас важно. Некоторая правда, тоже тут не должна быть супердуховности. Некоторые говорят, я Мария. Я только сижу, слушаю, слушаю, слушаю. Не важно, есть там в холодильнике еда, сварено что-то или нет. Я Мария. Но у нас таких нету в церкви. Вы так напряглись. Мария – это хорошо. Но здесь не об этом. Потому что некоторые, знаете, другие правила, они как бы в духе все время, да? Не важно, что там в жизни, какой там беспорядок. Нет, здесь не об этом эта притча. Здесь о другом. Давайте посмотрим. Луки, 10 глава, с 38-го. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла ему дом свой. Это хорошо, когда мы принимаем кого-то в свой дом. Это хорошо, когда мы Иисуса принимаем в свой дом. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и подойдя сказала, Господи, «Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогала мне». Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Сегодня в церквях очень много христиан, вроде бы таких искренних христиан, они на самом деле хотят служить, но они выгоревшие. То есть, они ослабевшие. И они служат, как вот эта Марфа, то есть, они все делают, но у них нет огня. То есть, они просто выгорели. Они пытаются делать, да, эти правильные вещи. Но, они как бы не замечают Иисуса, который что-то говорит. И в чем проблема таких христиан? В чем проблема Марфу? Ей был интересный процесс, но не интересны слова Иисуса. Потому что Иисус не просто пришел, сел на диван, говорит, ну давай, Марфа, в области времени что-то покушай. Он пришел, что-то говорил. Мария села, она слушала, что говорит Иисус. Потому что, он, то, что Иисус говорит, это слова жизни. Это настолько важно, братья и сестры. То, что говорит сегодня Иисус, мы должны прислушиваться. Ну, видите, он сказал про Марию, что она избрала благую часть, которая у нее не отнимется. Еду можно отнять, много чего можно отнять, но то, что внутри тебя, то, что вложено внутрь тебя, никто не может этого отнять. Дух Святой, который в тебе, его никто не может отнять. Слово Божие, которое в тебе, его никто не может отнять. Это хорошо, что Марфа приняла Иисуса. Но ей было неинтересно, что Иисус говорит. Поэтому важно то, чем мы себя питаем. И очень важно ценить слово, очень важно захотеть понять Слово Божие. Марка 4, я быстро посмотрю 10 стих, потом Матфея 13. Ну, хорошо, давайте так. Марка 4, 10 мы не будем открыть. Там сказано, когда Иисус говорил притчу, там было много-много-много людей. Представляете, Иисус говорит притчу, да? Иисус говорит проповедь. Никто ничего не понял. Это нормально, когда кто-то не понимает проповедь. Даже проповедь Иисуса, знаете, проповедь Иисуса не поняли. Проповедники говорят, огорчаются, что их никто не понял. Да, это все нормально. Главное, чтобы проповедник понял сам, что он сказал. Вот если еще и проповедник не понял, тогда да, проблема. Вот много людей слушало Иисуса, послушали, ничего не поняли, ушли. Но несколько учеников, они подходят к Иисусу. Вот это правильное отношение к слову. И говорят, а теперь-ка объясни, что вообще, что ты такими притчами говоришь, такими сложными и непонятными. Объясни. Ну, ничего не поняли. Какое-то семя, какие-то птички, какие-то клюют. Как это вообще относится к жизни? Эти проповедь, я верю, что проповедь настоящая, она должна быть практичная. Если это проповедь, которую вообще мы не понимаем, как применить, и нереально применимая, неприменимая, но в реальности, ну, я не думаю, что это проповедь Нового Завета. Поэтому, если проповедник, что-то проповедил, ты ничего не понял, видно, он какими-то загадками говорит. Надо подойти и спросить. Слушай, я, конечно, тебя уважаю, но ничего не понял. Вот, объясни. Ну, не должны, знаете, некоторые, они постоянно делают вид, что они ничего не поняли, издеваются проповедниками, я не об этом говорю. То есть, когда ты искренний, я хочу понять. Знаешь, посидел на собрании, в воскресенье пришел, посидел, ничего не понял, ушел. И потом уже, знаете, некоторые настраиваются, приду на служение, всегда там ничего не пойму. Ну, зато попляшаем, прославим Господа. А если, когда приходят трудности, одними плясками ты ее не решишь, эти трудности. Тебе необходимо слово. Слово. И слава Господу, друзья, когда мы знаем, как нам применять слово. Ну, для того, чтобы слово применять, мы должны его понимать. о, там, Банихин сказал. А где это в Библии написано? Ну, я не знаю, есть ли это в Библии, но Банихин сказал. Еще кто-то сказал. Мне понравилось, как еще кто-то сказал, я забыл, кто, но он сказал, для тебя работает только то слово, которое ты сам нашел в Библии. То, что ты нашел в Библии, то, во что ты поверил лично, это для тебя работает. Спроси у соседа, спроси, сколько в Библии книг? Главное, чтобы не 666. Да, 66, слава Господу. Ну, вы так обрадовались, знаете, по 15 лет верующей. Аллилуйя, я посчитал. Знаете, пастор, 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 они говорят, открой послание Иуды, они говорят, такую главу. Теперь Евангелие, пункт ве 13 глава. Иисус, то есть, это, это та же история. То есть, ученики подошли, объясни нам эту притчу. Объясни нам эту притчу. Иисус говорит с 15. «Ибо огрубело сердце людей, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот это религиозная мистика. Я хочу видеть чудеса, мне нужны определенные люди, мне нужны определенные пророки. И когда я слышу пророка, я тогда, конечно же, принимаю слово. Богач этот был в аду. И он говорит Аврааму, пошли Лазаря сказать моим братьям. А он что сказал? У них есть пророки, Моисей и пророки, пусть их слушаются. То есть, есть Библия, есть Слово Божье. Он говорит, нет, они этому не поверят. Но если кто-то из мертвых воскреснет, тогда точно поверят. Он говорит, если Писанию не верят, даже если кто-то из мертвых воскреснет, они не поверят все равно. Вот человек так устроен. Верить Библии тому, что написано. Ваши же блаженные лучи, что видят, и уши ваши, что слышат. Истинно говорю, многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Вы же, выслушайте значение притчи, осеятели. Ко всякому, смотрите, ко всякому, слушающему Слово о Царстве и неразумеющему или непонимающему приходят лукавые и похищают посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге. И мне нравится в другом Евангелии. Ворует Слово, чтобы те, кто услышал Слово, не уверовали и не спаслись. Ну, к кому? Кому приходит лукавый? К тому, кто слышит, но не понимает, слышит, но не разумеет. Читает Библию, прочитал главу, забыл, о чем она вообще. И мы все спешим, мы все суетимся, как эта Марта. Вместо того, чтобы брать Слово и вкладывать его, заполнять свой сосуд маслом. Потому что жених замедлил. А Мария внимательно слушала Иисуса. Она переспрашивала. Иисус, объясни мне. Иисус, скажи мне. Иакова, первая глава. С 22-го стиха. Будьте же исполнители Слова, а не слышители только обманывающие самих себя. И так сила Божья освобождается, Дух Святой освобождается, когда мы исполняем Слово. Насколько мы исполняем Слово, настолько Дух Святой освобождается. Написано «Прощай, и ты прощаешь, Дух Святой освобождается, сила Божья освобождается». Написано «Как тебе поступать в определенных ситуациях». Слове Божьем сказано «Мы исполняем Слово, Дух Святой освобождается». Ибо кто слушает Слово и не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какой он. Но кто вникнет в закон совершенный закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет или благословен будет в своем действовании. Эти, кто слушает Слово и не исполняет подобен человеку, рассматривающим природные черты лица своего в зеркале. Слово Божье это зеркало. Когда мы смотрим в Слово, мы смотрим как в зеркало, мы видим себя во Христе. Мы видим, что Господь дал нам, кем мы являемся. Эти люди много раз, много раз смотрят в зеркало в день. особенно братья. Ну и состры тоже. почему мы смотрим в зеркало? Вроде бы, кажется, ты же посмотрел утром, вот что ты пришел в церковь, еще раз там стоял. И ты смотришь, да, это нормально. Но это зеркало, это нормально, это хорошо. почему ты себя видишь. Но вообще-то, вот если ты уже долго, часто смотрел в зеркало, ты уже вообще-то знаешь, как ты выглядишь. Ну, правильно, ты можешь представить, как ты примерно выглядишь. То есть, это уже запечатлено в тебе. Видите, со словом так же точно. Ты приходишь к Богу, ты читаешь. И если ты вникаешь и разумеешь со временем этот образ того, кем ты являешься во Христе, и как тебе действовать, по слову, он как бы запечатлен в тебе. Но все равно тебе постоянно надо зеркало слова. Ты открываешь слово Божье, и ты опять смотришь в это зеркало. Практически мы не можем, вот без зеркала слова Божьего мы не можем двигаться. Особенно в эти последние времена. Мы так нуждаемся в водительстве Святого Духа. Мы нуждаемся в этой живой воде, которая освежает. Мы так нуждаемся в Духе Святом. Мы так нуждаемся в слове, которое очищает нашу душу, которое обновляет наше мышление. Знаете, то, что сегодня в мире происходит, то, что будет происходить, столько информации, которое призвано просто зомбировать людей. И единственное противоядие против этой информации это Слово Божье и это Святой Дух. Я верю, христиане, верующие христиане это самые здравые люди в мире. потому что люди будут сходить с ума от страха, от этой всей информации, которая просто будет изливаться на них. Но как ты можешь сохранить свой рассудок в этом мире? Это смотреть в это зеркало. Это то же самое, что ты красивый человек, а тебе кто-то говорит, ты такой некрасивый, ты такой безобразный, ты вот такой, ты вот такой. и ты, если ты не смотришь в зеркало, ты начинаешь верить, ой, я страшный. Подошел к зеркалу, ой, как меня хотели обмануть, да? Я такой красивый, такая красивая, да? Зеркало, слава Господу за зеркало. Так же, смотрите, сатана, он тебе рисует эти все картины, что будет в мире, что будет, все будет хуже, а ты возвращаешься к зеркалу, ты возвращаешься к зеркалу, и, братья и этот образ из божественного зеркала, что ранами его ты исцелен, что ты победитель, и ты просто держишь этот образ, и ты побеждаешь страх. Но, видите, написано, что не будьте таким забывчивым. Подошел, посмотрел, побыл на собрании, ушел, забыл. Забыл. Быть исполнителем слова, это непросто, но это происходит, когда мы ставим слово Божьем выше эмоций, выше своих чувств. Библия говорит, как противостоять дьяволу. И мы не изобретаем велосипед. Знаете, те люди, которые изобретают велосипед, они терпят поражение. Ты ходишь в церковь, тут ходит в церковь, много лет он слышит, слышит. Приходит искушение, а ты начинаешь изобретать велосипед. Вместо того, чтобы взять свой духовный пистолет и зарядить туда все патроны, все, что ты слышал, все, что ты слышал, читал, слышал, читал, и ты стреляешь по врагу. Нет, такие христиане, они опять ищут новое откровение. Как им победить? Да, у тебя уже есть победа. Тебе не надо какого-то свежего откровения применить те, которые есть. Иисус как дьявола победил в пустыне? Просто взял из Библии второзаконие и говорил слово. Зная, что дьявол отступит. Ой, я не чувствую, ой, я не знаю, а ты поставь слово Божье выше чувств. Выше чувств. Будь исполнителем. Когда надо смиряться, смиряйся. Слово Божье говорит смириться, смиряйся. Слово Божье говорит прощать, прощай. Слово Божье говорит убегай от греха, убегай. Исполняй слово, и ты увидишь, как Святой Дух высвобождается в твою жизнь. И однажды ты получишь венец. Придешь, и Господь скажет, добрый и верный раб, ты был верен, ты прошел этот путь, ты прошел это поприще. поприще. Когда кто-то упал, кто-то отступил, кто-то разочаровался, а ты прошел это поприще. Вы думаете, друзья, что это время далеко, это время близко. А знаете, чему я радуюсь? Я думаю о том, что еще будет тысячелетнее царство, и поживешь тогда ты хорошо. Аминь. ой, я огорчен, у меня нет автомобиля. Неужели уже пастор проповедует о втором пришествии, о скором, а я так и не куплю новую эту иномарочку с салона? Это же моя мечта, это же мое видение. Это видение у тебя из-за того, что ты смотришь телевидение. Ну, друзья, наше сердце должно быть прилеплено к Господу. Аминь. Придем туда, и Господь, Он просто обрадует тебя. Моя Порта написала, что даже не видел глаз и не слышал уха, что Господь приготовил. А сейчас ты проходишь этот путь. Верности, держишься за Господа, смотрите, мы прочитали про этих дев. Оказывается, не старт важен на финиш. Многие старт тонули, некоторые очень быстро. Знаете, как есть прища про кролика и черепаху? они встали на старт. Кто первый? Кролик и черепаха? Понеслись. Кролик побежал, черепаха, бап, бап. и кролик бежал и думал, что это я вообще тут напрягаюсь с черепахой, тут я воюю. Посплю я немного. Все равно она меня не догонит, это черепаха. и он лег и уснул. Так, уснул хорошо, что-то черепаха бап. Обогнала его, пришла на финиш, кролик поспал, проиграл. Лучше быть черепахой, которая идет, чем таким кроликом, который скачет, 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 поскакал, устал, уснул. А черепаха такая настойчивая, идет, идет, идет. Наша цель дойти. Даже вот я сейчас даже тем скажу, кому может быть там у нас есть, наверное, кто-то за 70, да, за 80, но потом кто-то будет, а потом нам все будет за 90, да. И когда, знаете, вот я замечаю, что люди немножко не понимают. О, за 70, за 70 уже могу позволить себе в церковь не ходить. Когда за 70, ты должен туда бежать. Потому что финиш скоро. Да, да, да. Больше читать слова, больше знать Бога. Больше погружаться, а не тормозить. То молодые могут притормозить еще немного. Но лучше не тормозить и молодым. То быстро годы бегут. Но если ты не молодой, тебе уже нельзя тормозить. Тебе надо бежать. Тебе надо молиться, Господь, что я еще не сделал, что я должен делать? Маслом запасаться, а не собираться на духовную пенсию. я в этой церкви ветеран с самого первого дня имею право на пенсию, на отдых некий. особенно в эти смутные времена. А времена будут еще более смутные. А вот те, кто во Христе, те, кто в Духе Святом, они пройдут эти смутные времена. Аминь. Аминь. Поэтому, друзья, не думайте, что 2021 год, год отдыха. Это год, когда мы будем больше и больше познавать Иисуса. О воскресенье, надо мне расслабиться, приду домой, буду есть пирожки перед постом. Благо мне славить, Господа, с пирожков в зубах. Пирожок съешь, но не забудь Библию почитать. Настроиться на пост, на молитву, да? А некоторые, знаете, уже что спланировали? О, целая неделя молитвы. Ну, в четверг приду. Может, в субботку подскочу. А ты не планируешь, пусть Господь тебе поможет каждый день. Аминь. Аминь. Улыбнись кому-нибудь, скажи, слава Господу, все хорошо. Скажи соседу, скажи, да не напрягайся ты так, расслабься. Давайте еще пару мест перед Библией будем молиться скоро. Но будем, будем наполняться силой Святого Духа каждый день. Тебе нужен Святой Дух, тебе нужно это масло. чтобы твой святильник горел. Евангелие от Матфея, седьмая глава, с 24-й. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякие, смотрите, кто слушает слова мои и не исполняет их. О, друзья, мы так знаем, как, вот, мы знаем, как нам поступать, но нам нужна сила поступать, правильно. Павел что говорит? Желаний добра есть у меня, но чтобы сделать этого, того не нахожу. А вот мы должны найти силу, чтобы делать это. Бог вознаградит. Бог вознаградит. Аминь. Бог награждает. И как важно не устать. Идти свое поприще, не устать. Нести свое служение, то, к чему Бог призвал, не устать, не бросить, не оставить. Ты скажешь, а вот та сестра, или тот брат, я там слышал, где-то оставили служение. Что, я хуже, что ли? Ты лучше, поэтому ты не оставляешь. И, друзья, будем держаться за Иисуса. И вот мудрый, благоразумный, он построил дом свой на камне. Что есть камень? Слышит слово, исполняет. Слышит слово, исполняет. Слышит и исполняет. Хорошо, возвращаемся Евангелие от Матфея 25 к нашим мудрым девам и немудрым девам. Внешне они одинаковые, да? В церковь ходят. Даже уснули, и те, и другие. Но внутри они были разные. Внутри они были разные. Одни имели масла, другие не имели масла. И вот день прошел, и вот вечер, и жених не идет. Жених замедлен. Кажется, если бы он пришел раньше, да? Пришел раньше. И у тех, и у тех были светильники горячие, все хорошо. Но жених замедлил. Последние слова книги Откровения. Гряди, Господи Иисусе. Это значит, что церковь ожидает Господа Иисуса. Но он замедлит. Какие-то вещи в мире происходят, и кажется, что ну уже, наверное, и пора бы было, чтобы Господь пришел, положил всему этому конец, но жених медлит. И теперь они уснули. Уснули. Иисус попросил учеников Петра, Якова, Яна, побудьте со мной, час бодрствуйте со мной. Они уснули. Но слава Господу, Господь был там, жених был там, разбудил их, немножко пожурил. Чего ж это вы спите? Я попросил вас не спать. Я попросил вас помолиться со мной. Друзья, Бог гордым противится. Это смирение нам необходимо, чтобы войти в царство. Смирение необходимо, чтобы упасть, не упасть, точнее, упадет тот, кто гордый. А смирение необходимо, чтобы упасть перед Господом. ой, знаете, вот эта человеческая гордость, как она мешает людям, христианам. Никогда не замечали? Да, конечно. О, надо молиться, опять молиться, опять молиться. А я не хочу молиться. Я не хочу ставить никакой лайк. Никакой этот твое дело. Но смиренным Бог дает благодать. Не думайте, друзья, если вы кого-то слушаете, что все будет лучше, мир изменится, станет хорошим. Это неправда. Нам нужна сила Святого Духа, чтобы пройти. Мир, он не будет становиться лучше. Все, что в мире, всякая пропаганда, все будет сделано, чтобы как можно больше людей пошло в ад. И знаете, вот я уже скоро будем молиться, последнее. Обидно будет для тех христиан, которые всю жизнь ходили в церковь, но не спаслись. Они слышали проповеди, которые они постоянно игнорировали. их просили, их умоляли, игнорировали. А что такое вечность? Это никогда не закончится. Когда человек попадает в ад, это место без надежды, никогда не закончится. вечная радость. А мы попадаем в Царство Божье. Вечная радость. И ради этого стоит здесь смиряться, держаться за Иисуса. Вот жених замедлил. Они устали. Огонь дает Господь. Написано, что Давид говорит, Ты возжигаешь светильник, мой Господь. Но масло приобретаем мы. Маслом наполняемся мы. Мы должны устранить все утечки. Знаете, как бывает? Дух Святой тебя наполнил. Но столько утечек, гордость, что-то еще, какие-то вещи, и это масло уходит, это масло уходит, это масло уходит. И внутри тебя эти бурлят эти что-то может бурлить. Противоречия. Особенно, знаете, противоречия много сегодня у некоторых бурлит. Ну, вообще, вот так вот почитаю христиан и в соцсетях думаешь, Господи, лучше с неверующими общаться. Уж эти христиане, то есть непростые люди, вот они знают, как уколоть. Они все уже наставники велики, никому не нужен пастор. А сами только разрушают веру в других. Не созидают ничего. Будь созидающим, созидателем. И вот услышали этот крик «Жених идет!» «Жених идет!» Светильники свои подправили. И несколько дев подправляют. И нет масла в последний момент. Нет масла. Нет масла. Что делать? Дайте нам масло. Мы не можем дать вам масло. Масло приобретает каждый сад. И что написано? Что будьте готовы. Бодрствуйте. Бодрствуйте. Потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И давайте мы все будем мудрыми людьми. Те, которые будут иметь это масло. примем какие-то решения, что-то поменяем в своей жизни. троги. Редактор субтитров Корректор Субтитры создавал DimaTorzok